Веча, которая способствует созреванию половому, потом уходит. Значит, как можно удалить ребенку в возрасте, когда все это происходит, аденоид? Ну, давайте все-таки немножко разберемся, что это такое и как с этим бороться, как говорят. Ну, во-первых, в носоглотке у нас находится одна из миндалин, даже не одна, а вот, например, профессор Пухлик тоже знает это, я знаю. Чем отличается кольцо Вальдейра от кольца Пирогова лимфоидного? Знаете или нет? Ну, кто знает, умниц, и кто не знает, рассказывай. Настоящее лимфоидное кольцо Вальдейра включает в себя только четыре миндалины. Носоглоточную, две немных и язычную. А у нас придумали еще две миндалины, их назвали трубные миндалины двойные, и это называется лимфоидное кольцо Пирогова. Но в мире нигде об этом никто не знает, только мы знаем. Поэтому на сегодняшний день, когда мы говорим о лимфоидном аппарате носоглотки, то мы часто имеем в виду как бы три миндалины. Но если честно, это одна. Действительно, миндалина, вот как она называется, и что с ней делать, давайте мы с вами понемножку разберем, что это такое. Глоточное кольцо, глоточная миндалина. Как она из себя, что она представляет, вы все видели и знаете. Вы знаете, как ее посмотреть, как ее пощупать, как ее найти. Но вы знаете, все равно, вот я вам скажу честно, до того, пока мы не приобрели эндоскопы, не залезли в носоглотку и не увидели все это так, как положено, все равно мы никогда толком не понимали сущность этого процесса всего. Но на сегодняшний день все равно многие считают, как это и что это. Вот что такое аденоид? Почему он Д? Почему нету буквы С? Да потому что аденоид, он один. Один. Там нету аденоидов. Один. Поэтому буква С там не нужна. Это одна единственная миндалина. Если смотреть везде, взять мировую прессу, где и как это все говорится, это вам не нужно. Просто поверьте мне, до сегодняшнего дня каждый считает по-своему, как его называть. Поэтому мы, когда говорим вот эти все термины, которые вы видите в любой иностранной литературе, не обращайте внимания, знайте, что вот есть аденоид. Это самое главное. Ну и так как надо задавать вам вопросы, то вопрос такой. Как правильно называть патологию разрастания тканей в носоглотке? Потому что, Адиноид, у тебя аденоиды, у тебя там это. Вот давайте с вами подумаем, как же правильно это назвать. Ну умнички. Я вам скажу, я, может, кто-то не понял, аденоид, это носоглоточная миндалина, правильно тот, кто назвал. Может, не поняли вопрос. А вот как назвать гипертрофия? Потому что вот когда говорят у ребенка аденоиды, то почему-то все понимают, что это именно те аденоиды, которые нужно срочно удалять. Ничего подобного. Для того, чтобы удалять, это и есть гипертрофия. Но тут тоже, вы знаете, я вам скажу честно, я всегда рассказываю, кто виноват, почему у ребенка выросли аденоиды. Когда-то ребенок родился у вас, он когда-то вдохнул ртом, и вдруг ему так понравилось, что и так стараться дышать носом. Он открывает рот и дышит ртом. Мама, естественно, не обращает на это внимания, думает, ну и что. Открытый рот, отвисшая нижняя челюсть, абсолютное неформирование правильного прикуса, и это все приводит ко всем этим неприятностям. А самое главное, природа не любит пустоты. Нету потока воздуха через нос, нет проблем. Он заполняется аденоидной тканью. Поэтому кто виноват, чтобы возникла гипертрофия? Мама. Конечно, я всегда, когда приходят ко мне с аденоидом, гипертрофией, я говорю, я вас принимать не буду без папы. Зачем? Я говорю, приведите мне папу. Когда приводят папу, я рассказываю папе, кто виноват, почему у ребенка гипертрофия аденоидной ткани. После этого папа начинает обращать внимание на маму, а мама, наконец, после этого начинает обращать внимание на ребенка. И тогда в семье возникают нормальные человеческие взаимоотношения. Но вы правы, правильно писать, гипертрофия лимфоидного аппарата носоглотки в данном варианте. Поэтому, когда мы говорим с вами гипертрофия, нам все понятно. Слово, поэтому, когда говорить аденоиды, это немножко не так, как это. Будем говорить правильно. Что же из себя сам представляет непосредственно этот аденоид, лодочная миндалина? Она, в принципе, очень напоминает нам и миндалину, которую мы с вами обычно имеем в виду, необные миндалины. Там тоже есть и лакуны, и крипты, и она формирует все, что нужно. Но самое главное другое. Она участвует, кроме того, что она участвует во всех этих противовоспалительных иммунных делах, я еще раз говорю, я не знаю, как, честно, но она действительно формирует половую систему человека. Мы говорим, что она только у детей. Все правильно, она у детей. Дело все в том, что мы провели действительно, но это стало, мне вот лично было интересно. И когда у меня в аспирантуре появился очень талантливый мальчик из СУМ, сын нашего завкафедры СМИ, она, я ему говорю, давай, мне само интересно. А у них рядом, у них аппаратура нормальна, и он просмотрел пять тысяч взрослых людей, пять тысяч. И действительно мы сделали выводы. в двадцати четырех процентов мы нашли аденоиды, которые сохранены у взрослых. Но эти аденоиды всегда находятся в стадии хронического воспалительного процесса. Ну, во-первых, нам это стало интересно с точки зрения того, что самое модное сейчас заболевание на Западе, это называется синдром постназального затекания. и когда приходит к вам человек и говорит, у меня затекает, вы смотрите нос, нос абсолютно нормально, вы делаете рентген абсолютно пазухи чистый, ничего подобного, у меня там затекает. Вот тут, скорее всего, когда подобные пациенты появляются, не забывайте о том, что остатки аденоидной ткани у взрослых всегда находятся в стадии хронического воспалительного процесса. это очень вам поможет, когда к вам придут подобные пациенты, которые будут жаловаться именно на синдром постназального затекания. Я думаю, вы сталкивались всегда с подобными. Как исследовать аденоид? Ну, раньше мы как исследовали? Задняя риноскопия, если это было возможно, мы это делали, но у детей это сложно сделать, потому что взрослый-то еще может потерпеть. Детям задняя риноскопия делалась, но очень сложно. Поэтому мы использовали, если вы помните, пальцевое исследование. Кстати, я вам скажу, это не самый худший вариант, потому что пальчик, он не просто видит, он еще и чувствует. Поэтому очень интересно нам определять консистенцию этой ткани, величину и так далее. Поэтому, в принципе, я считаю, если нет эндоскопа, пальцевое исследование на сегодняшний день абсолютно имеет право на это делать. Вы правильно все можете определить. потому что иначе посмотреть без эндоскопа мы не можем. Я вам сейчас все это покажу, но не забывайте про то, что у вас есть пальчик. Вот когда у нас произошла эндоскопия, то мы стали видеть уже непосредственно носоглотку, мы видим слизистую, мы видим остатки или аденоидной ткани, это в зависимости от возраста, или полностью аденоиды. почему возникает гипертрофия? Мы можем говорить по-разному здесь, но вот я лично за свою жизнь уже взрослую сильно понял только одно, это неправильное воспитание ребенка. Если ребенок открыл рот и дышит ртом, все, вопросов нету, обязательно будет гипертрофия аденоидной ткани. Поэтому у вас всегда есть прекрасная мысль, если к вам вас заставляют читать женщинам в роддоме, в детских садах, какую-то лекцию, всегда начинайте с того, что основа человеческой жизни это носовое дыхание. И как только ребенок открыл рот, с этого все проблемы. Если ребенок не дышит носом, все проблемы только из-за этого. Открытый рот, это пусковая инфекция сюда заходит и все начинается отсюда. Поэтому давайте так, все болезни начинаются с неправильного воспитания ребенка. Самое главное, не зря на воротах древнего Рима было с золотом выбито. Если хочешь быть здоров, дыши носом. Носовое дыхание это основа всей нашей с вами жизни.